Меня зовут Олег, я приехал из Нижнего Новгорода, Россия, с женой и с двумя детьми. Мы здесь отдыхаем все лето. Огромное спасибо вам за вашу церковь и за возможность отдохнуть душой здесь и духом, самое главное. Я начал читать светскую книгу по психологии и очень понравилось одно исследование. Я бы хотел прочитать буквально 3 минуты. В июле 2000 года израильский врач Леонард Лебович провел двойное слепое исследование. През июля 2000 года израильский лекар Леонард Лебович направил двойное слепое исследование на 3393 пациента. Случайным образом распределенных на две группы. И тесты были распределены на две группы. Контрольное и молитвенное. Задача исследования была установить, влияет ли молитва на состояние пациентов. И задача-то им беше да установить, дали молитва влияет на пациентите. Здесь сейчас в скобках показан журнал, в котором это исследование. И там все показывает, написано списание, когда это все исследовало. Молитва – прекрасный пример удаленного воздействия мысли на материю. А сейчас максимум внимания. Потому что очень часто все обстоит не так, как кажется. Лебович отобрал пациентов, у которых при госпитализации начался сепсис. Заражение крови. Они были случайным образом распределены на две группы. За пациентов из первой группы должны были молиться. Из второй нет. Затем Лебович сравнил группы по следующим показателям. Продолжение лихорадки каждого участника. Время его пребывания в больнице. И количество смертей в результате сепсиса. Участники группы, за которую молились. Быстрее оправились от лихорадки. И оставались в больнице на меньший срок. Различия в показателях смерти не были статистически значимы. Нямало големи различия в показателях на смертност. Хотя в молитвенной группе дела обстояли несколько лучше. Обаче в молитвената группа не считай, что сепсислили по-добре. Вот ярчайше доказательство живительной силы молитвы. И това е доказательство на живительната сила на молитвата. И способность человека посылать в квантовое поле свое осознанное намерение. И способность на човека да испрашта в квантовое поле свое осознательное намерение. Заключил Лебович. Знаете, я сам летаю на параплане. И я сам летаю на аэроплан. Мне нравится полет в небе. И я вот как ребятам на пляже говорил. Я как в одной передаче. Может помните? Я всегда беру с собой видеокамеру. Вот я так же беру параплан везде с собой. Я в зиму аэроплан везде с собой. Болгария отличное место для параплана. Болгария и много было месту за параплане. А, параглайдинг. По-разному. Слава Богу за Болгарию. Слава Богу за Болгарию. На той неделе я приехал по приглашению одного корифея местного. Точнее, сейчас он местный стал. И минута седмица получил пукана от един места к корифею. 30 лет он летает на параплане. 30 годы он летит на аэроплан. 8 лет живет уже в Бургасе. И 8 годы он живет в Бургасе. Место называется Иракли. Или Иракли. Место, то есть, что речь Иракли. Рядом Бяло. Близо до Бяло. Вот знаете, для полета нужен ветер. За полета нужен ветер. И по прогнозу в специальных программах он был с 12 дня до 16 вечера. Я специально приехал в 13 часов. Это 100 километров вообще отсюда. И ветра не было. Мы расстроены сидели на склоне. На склоне. И я попросил, давай просто спустимся без порыва ветра вниз на пляж. Ну, 30 секунд полета. Как на парашюте. И когда по жаре поднимались наверх, чтобы обратно. У меня спросил Тагир. Олег, ты не грешил? Намекай, что из-за меня возможно ветер. Пока шли в гору, я молился о чуде ветра. Честно. Я молился так. Благодарю тебя. Благодаряйте, Божий. За радость полета сегодня. За радость на днешний полет. И за то, что ты показал твоему человеку, что я не грешил. И за то, что ты показывал на тот человек, чей не сам согрешил. В римлянам 4.17 написано. В римляне 4 глава 11 стих пишет. Как написано. Я поставил тебя отцом многих народов. Это про Авраама. Перед Богом, которому он поверил. Животворящим мертвым и называющим. Несуществующие, как существующие. На основе именно этого стиха я молюсь. Когда мы поднялись наверх, ветер потихонечку раздул. И мы провели в небе почти час. Летали на расстоянии 15 километров вправо и влево. С каждым годом я понимаю, что от Бога зависит все. Более того, он делает все для блага. Он любит нас. Я верю в силу молитвы. И пользуюсь этим. У меня много очень историй на тему хорошего исхода. После молитвы. Кому-то может показаться все эти ситуации в падении. Но как однажды я услышал фразу... А? Да. Но как я однажды услышал фразу, очень подходящую мне. И в однажды много подходящих фразов за меня. Чудеса прекращались, как только я переставал молиться. Чудеса-то совершивали, когда я переставал молиться. В июне 2023 года. Буквально месяц назад. Приди один месяц. У меня подняла крещение старшая сестра, 42 года. И моя сестра приела в одно крещение. Которая далека была от церкви, от Бога. Много-много лет. Много-много лет. Я каждый день. Всекий день. Молился за нее. Каждый Божий день. Всекий день. Слава Богу. Слава Богу. Я называл несуществующего как существующего. Я благодарил еще тогда, что моя сестра в церкви. Служит ему. Приносит десятину. И носит десятка. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, хотел бы пожелать вам всем. Сколько приятелей, из комдави пожелаю. Лично пасторам. И лично напомним вас. Из Слова Божия. Псалом 34, 18 стих. Псалом 35 глава Буквы. Знаете, говорят, хороший человек должно быть много. Сказывать, что добрее человек должно быть по гулям. Так вот, хорошая церковь должна охватить большее количество людей. Добра церковь требует по гулям и по гулям и по гулям и по гулям. Псалом 34, 18. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного. Восхвалю тебя. Аминь. Аминь. Да? Слава Богу. Кто следующий? Здорово. Ха-ха. Ха-ха. Хам-ха. Продолжение следует...